Здарова! Как вам фон? Надеюсь, что нравится, потому что у меня нет выбора. Я видел в своей статистике то, что примерно 30% моих зрителей это девочки младше 18, так что я думаю, может последовать реакция, типа... Эй, кто это там красивее, чем я? Так что полегче, потише. Скорее всего, это самые красивые девочки среди известных моделей. Тем не менее, я думаю, вам будет интересно взглянуть. Кристина Пименова знает даже тех, далёк от мира модельного бизнеса. Девятилетняя москвичка, которая родилась и провела первый год жизни в Париже, уже с 4-х лет участвует в показах и фотосъёмках лучших домов моды. А в 2014 году многими изданиями она была признана самой красивой девочкой на планете. Но это, ребята, не ко мне претензии, это претензии к изданиям. Кристина говорит на итальянском языке и занимается художественной гимнастикой. Она одинаково свободно чувствует себя на подиуме во время фотосессии и даже пробовалась на роль Рене Сми в фильме «Сумерки». Наравне с Кристиной Пименовой модная лифь покоряет ещё одна москвичка – 11-летняя Анастасия Бездрукова. Девочка является одной из самых востребованных юных моделей в Европе. Ей удалось поработать с такими брендами, как «Пенетон», «Бинко», «Инканта», успешной учёбой в школе и занятиями художественной гимнастикой. 13-летняя Валентина Ляпина известна поклонником сериала «Закрытая школа». Однако девочка преуспевает не только в качестве актрисы, но ещё и зарекомендовала себя как модель. Валентина и сейчас снимается в сериалах. Ей пророчат большое актёрское будущее. Одна из самых юных, но не менее известных моделей – 5-летняя Анна Павага из Санкт-Петербурга. Аня успела сняться в фильме «Вселенная воды» и в нескольких музыкальных клипах, поучаствовать в съёмках рекламы и побывать на обложках многих журналов, где её ангельская внешность никого не оставляет равнодушно. 10-летняя Кристина Покарина осуществила свою мечту стать моделью. Больше 10 ролей в кино и рекламе. И слава не мешает Кристине ходить в школу и заводить друзей. Я думаю, нужно сказать что-то напоследок, но мне ничего не приходит в голову. А, вот что. Давайте просто за них порадуемся. Они и правда довольно милые и красивые. И не будем завидовать или что-то плохое про них думать. В принципе, все мы красивые. Что ж, и спасибо за просмотр. Пишите внизу в комментарии, какие видео на подобные темы вы бы ещё хотели посмотреть. Подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. И пока!